В общественной палате Северной Осетии в преддверии Дня России состоялся круглый стол с участием политологов, экономистов, историков, журналистов, представителей федеральной консультативной платформы «Экспертный клуб онлайн». Открыла дискуссию председатель общественной палаты Северной Осетии, руководитель регионального представительства российского общества историков-архивистов Нина Чеплакова. Она напомнила, история нашего государства не зря показывала, единение народа перед лицом внешних угроз позволяло совершать великие подвиги и достигать великих побед. Вера в российскую армию, освобождающую от неонацизма и фашизма людей на Украине, искреннее желание помочь тем, кто перенес ужасы восьмилетней войны на Донбассе, объединили людей всех возрастов и национальностей. Волонтеры, общественники, социальные работники помогают тем, кто практически с нуля начинал жизнь на разрушенных территориях. «Это праздник, который объединяет всех россиян, всех тех, кто действительно патриотически настроен, всех тех, кто знает историю, любит историю, умеет защитить и свою историю, и свое государство. Вот таким, каким сейчас стало наше общество, самые непростые имена. Я всегда называю наше государство цивилизацией победителей». «То, что мы своих не бросаем, это самое ценное. Я считаю, что это то, что мы должны больше всего ценить друг в друге». Аресты золотовалютных резервов, запрет на присвоение рейтингов российскому бизнесу и, как следствие, лишение возможности привлекать иностранные инвестиции в российскую экономику, удар по банковскому сектору и отключение от международной системы SWIFT. И, наконец, как полагали западные партнеры, дефолт. Все это должно было разорвать экономику России в клочья. «Многие механизмы уже апробированы и в нашей республике, и в других регионах. Вот такого повального скачка цен вы видите, что нет. Дефицита продуктов питания и промышленных товаров тоже нет. Нас этим очень пугали европейские страны, что здесь будет нерегулируемый рост цен и рост безработицы. Сейчас уровень безработицы по всей Российской Федерации держится по показателям на апрель 2022 года на уровне 4%. Это невысокий процент, это стабильно держится. Поэтому ожидаемого европейскими недружественными странами эффекта разорвать нашу экономику в клочья они не получили». Согласно докладу министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, в апреле прошлого года и этого года рост инвестиций в экономику страны увеличился на 13%. Такого роста не было с 2012 года. Развитие и поддержка параллельного импорта, ввоз оборудования без налогообложения, льготное кредитование промышленности и сельского хозяйства, грантовая поддержка, выстраивание новых логистических цепочек, ориентация рынков сбыта на азиатский сектор, организация производств собственного машиностроения, госзаказ для наукоемких производств. Руководство страны принимает беспрецедентные меры, которые должны нивелировать санкционное давление. «Перед нашей наукой стоят новые задачи по технологическому переоснащению, по организации новых производств. Поэтому я упоминала сегодня, что у нас есть проекты по глубокой переработке кукурузы, по запуску завода по производству фармацевтической продукции. Мы говорили о новых проектах по мясопереработке, мы говорили о государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства, которые бы включались вот в эту систему государственной поддержки. У нас сегодня приоритетным является поддержка системы образующих предприятий, крупных и одновременно поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимателей». По мнению руководителя регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Романа Абиева, в санкционной игре мяч пока на стороне Запада. Политика управленческим структурам России важно составить и реализовать план преодоления существующих рисков. При этом следует выработать собственную политику изоляции, чтобы вкладывать средства в развитие своей экономики. При этом более эффективно включиться в восстановление экономики сегодня мог бы малый и средний бизнес. Необходима рискоориентированная система, считают эксперты. «Должно быть два вектора параллельных. Я считаю, что все это сбитые тезисы, но для малого бизнеса что нужно? Первое – минимизация сдержек на начальном этапе, на этапе стартапа. Понятно, что предложение не новое. Освобождение от налогов, допустим, на год, на два и от страхового износа, в том числе, это было большим по сравнению МСП. И второй момент – это, наверное, доступ к дешевым деньгам». Осознание противниками того, что россияне идеологически и психологически готовы защитить свою территорию – это более сильный сдерживающий фактор, чем оружие массового уничтожения. Потому что чувство патриотизма – стержень генетической памяти россиян, важнейшая часть общенациональной культуры. Той самой культуры, которую Запад пытается отменить. Но это путь в никуда. Путь к цивилизационной пропасти. «Естественно, это все абсурдно, как минимум. Потому что нельзя представить мировую культуру без русской литературы, словесности. Это просто абсурд. Это будет неполная картина. То же самое наши спортсмены, которые являются одним из лидеров в мировом спорте, и их недопуск на соревнования. Также обесценивают эти соревнования. Недавний пример – это наши вольники, наши борцы прославленные, которые не смогли попасть в сборную России на чемпионат Европы. Конечно же, это просто больно на это смотреть. Это говорит о том, что в целом это влияет на уровень мирового спорта. Естественно, он его понижает. Поэтому, конечно же, это неправильная позиция». За круглым столом звучала единодушная поддержка российской армии. По мнению экспертов Северной Осетии, совершенно справедливо установление ответственности за распространение фейков и деструктивную оценку деятельности вооруженных сил России. Такие судебные процессы должны носить публичный характер. и когда на зарплату офицера можно было купить мешок сахара. Там семья. Кому? К армии надо относиться требовательно. По мнению участников, состоявшейся в Общественной палате Северной Осетии дискуссии, Россия в силу своей исторической миссии всегда была источником огромной духовной силы и прогресса. Россия отстаивает сохранение традиционных ценностей и призывает другие страны идти по пути созидания. Это для нас сейчас главное самое, это показать могучую роль России. А она именно такова. Россия не одинока. Россия находится в таком замечательном состоянии, и мы все являемся свидетелями уникальных событий. Когда от однополярного мира, где доминировал единственный суверен, вы знаете какой, вместе со своими западными, так сказать, уже почти потерявшими суверенитет государства, мы переходим к миру двуполярному. Поскольку Российская Федерация и дружественные ей государства, а их много, и Китайская Народная Республика, и Индия, и огромный арабский мир, и многие-многие другие страны на стороне России. То есть это вот этот патриотический, консолидирующий призыв, который Россия своими действиями показала, я думаю, он имеет огромное значение для всего человечества, для всего мира. В непростое время, полное внешних вызовов, всему обществу необходимо сплотиться, развивать дух товарищества, уважение к старшим, покровительство младшим, честность, мужество, любовь к родине, к ее прошлому, к ее армии, ее культуре и веру в ее будущее, свободной, единой и неделимой России.